Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru Я по старой темастерскаповской памяти обращаю внимание на новости, связанные с разными конкурсами чайных специалистов. Просто интересно посмотреть, по каким принципам и чем меряются их участники. Большая часть таких мероприятий проходит, понятное дело, в Китае. И носят они несколько неорганизованный характер, что совершенно естественно для децентрализованной китайской чайной индустрии. Ну и содержание у таких конкурсов тоже бывает очень разным. Иногда это фактически артистический турнир, а иногда довольно жесткое профессиональное соревнование. Вот как раз конкурс такого жесткого и профессионального плана прошел на днях в Гуанси. Там все участники конкурса проходили четыре этапа соревнования. Теоретический тест, распознавание чая по внешнему виду, распознавание чая по вкусу и аромату и распознавание качества чая. Ну то есть им выдавалось несколько грейдов одного чая, а они должны были определить, какой подешевле, какой подороже. Ну то есть это был конкретно такой тестерский конкурс. И для специалистов, работающих в производственной и торговой, и чайных культурах, и на ограниченном диапазоне чаев, например, только на чаях из одного региона, совершенно адекватный с точки зрения актуальности навыков реальным профессиональным задачам. Коллеги прислали ссылку на фотографии и описание дорожного набора Марии Антуанетты, последней королевы дореволюционной Франции. Набор большой, в 50 килограммов весом и содержащий массу полезных вещей, среди которых есть чайная утварь и кофейная или шоколадная утварь. Мария Антуанетта, напомню, это самый конец 18 века. Для европейской чайной культуры время своеобразная. Чай в это время уже хорошо знаком европейцам, но еще не стал действительно массовым напитком. Но, еще раз но, при этом уже было понятно, что для тех, кто себе может позволить чай и чайную утварь, чай запросто может быть напитком повседневным. Мария Антуанетта повседневный чай себе позволить могла, так что присутствие чайного набора в дорожном чемоданчике совершенно неудивительно. Чайная часть НИССР включает в себя пару чайных фарфоровых чашек с блюдцами, фарфоровый чайник и чайное яйцо. Так, напомню, называется погружаемый в воду контейнер с дырочками для заваривания чая. Там в чемоданчике есть еще несколько штукенций, которые можно приспособить к приготовлению и подаче чая. В шоколаднице и бульоннице, например, можно запросто вскипятить воду на специальной и тоже включенной в набор спиртовки. Несколько серебряных фарфоровых баночек можно использовать в качестве чайниц. Открытая сахарница и ложки тоже в НИССР есть, но все эти вещи не специфические. Им можно найти и нечайное применение. А чайник, чайные пары и яйцо – штуки чисто наши, чайные. Фотографии внутренностей чайника я, к сожалению, не нашел, поэтому ответить на главный вопрос юного исследователя чайников – есть тисечка в основании носика или нет, я не могу. И даже предположений никаких по этому поводу не имею. Если кто будет в лувре, загляните чайнику под крышку. Интересно. Чайное яйцо обычное, а вот чайные пары – классные, своей подчеркнутой архаичностью. Которая, конечно, выражается в глубоких блюдцах, из которых совершенно спокойно можно пить чай. Сейчас таких уже почти не делают. Интересно, кстати, пила ли Мария Антуанетта чаек из блюдца или нет. Техническая возможность у нее была. А еще, когда я пытался найти фотографии внутренностей чайника из НССР Мария Антуанетты, то нашел в ассортименте компании Астье де Виллад чайник с названием Мария Антуанетта. С пимпочкой на крышке в форме головы гильотинированной королевы. 390 евро и ты сразу весь из себя такой Робеспьер. Роман, спасибо за наводку. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!